Часы для бесплатной акции «Неделя против рака молочной железы» строго определены. В городских поликлиниках пациентов принимают с 12 до 14 дня. Но по факту люди идут на прием к мамологу с самого утра. Примерно 10-15 человек в день бывает. Рентгенологи точных диагнозов не ставятся. Снимками пациентов направляют к онкологам. О результатах мамографии, сделанных на этой неделе, нам не сообщили, но привели другую статистику. За 9 последних месяцев врачи только одной поликлиники поставили 15 подозрений на рак молочной железы. Это много, говорят специалисты. Много микрокальцинатов, вот эта беленькая. Много-много-много. Вот вторую вот открываем тоже. Вот знаете, тоже. Много-много-много. О чем это говорит? Если вот такие вот большое количество кальцинатов, очень часто, что это злокачественная опухоль. Все пациентки, которые обращаются к узисту или рентгенологу, также проходят осмотр у хирурга. Многие жалуются на боли в груди, выделение из молочных желез, а некоторые даже самостоятельно находят у себя уплотнение. Вообще образование молочных желез и доброкачественных очень большое количество. Просто практически каждая вторая женщина, которая входит в кабинет, имеет такие проблемы, которые подтверждаются не просто осмотром, а инструментально. За 2015 год 867 новых случаев в Приморском крае. Для сравнения, в 2011-м у людей с диагнозом рак молочной железы было меньше почти на 7%. Заболеваемость растет, причем показатели Приморья такие же, как и цифры по всей стране. На 100 тысяч населения края больше 40% это пациенты со злокачественной опухолью в груди. На втором месте по количеству пациентов в краевом онкодиспансере – гинекологические заболевания. Но есть и другая динамика – положительная. Выявляемость первой и второй стадии заболеваемости у нас она возросла и составляет 80%. Пациенты, которые у нас прооперировались, и сейчас мы их видим, это периоды 20-30 лет, и люди работают, и они активно живут. Выявить рак на ранних стадиях врачам помогают организация приема пациентов, методы диагностирования и самолечения. По словам медиков, необходимое для этого оборудование есть в любой поликлинике города. Незакрытым пока остается кадровый вопрос. Специалистов катастрофически не хватает. По рекомендации Минздрава во Владивостоке должно быть не меньше 26 онкологов. Но сейчас таких врачей всего 15. Акция по обследованию молочной железы заканчивается во всех поликлиниках города уже сегодня. Но записаться на прием к хирургу или на УЗИ, конечно, можно и в любой другой день. Главное – сделать это вовремя. Валерия Белоус, Василий Косилов. Новости на 8. Минздрава. Минздрава.